Это первая встреча в рамках новой акции «Герои навсегда». Впереди у Одинцовских школьников общение с ветеранами войны, тружениками тыла, героями труда, сотрудниками МЧС, полицейскими, военными и просто жителями Одинцовского района, которыми мы гордимся. Героические поступки человеческие, они же не умирают в пространстве и во времени, они остаются навсегда. И мы должны об этом помнить, мы должны об этом знать, и мы должны воспитывать наше молодое поколение именно на таких примерах. Мы должны знать этих людей, и мы должны быть постоянно им благодарны за то, что они совершили. Вот сегодня посмотрите, сколько у нас здесь присутствует ветеранов, которые одели все свои лучшие костюмы, награды для того, чтобы с вами встретиться, с вами, с молодыми, потому что вы – будущее нашей страны. Акцию посвятили Дню воинской славы России. Он отмечается 2 февраля. В этот день, в 43-м году, советские войска разгромили немцев в Сталинградской битве и обеспечили начало перелома в ходе Отечественной войны. Школьникам показали документальный фильм о тех событиях, а также об локаде Ленинграда. Вспомнили и о героях, имена которых связаны с Одинцовским районом. Есть улица Чикина. Кто знает, что такое Чикин? Чикин. Ну, молодежь, молодые ребятки. Кто? Это простой солдат, герой Советского Союза. Инженер. Обеспечивал переправу через Днепр. Тоже погиб. Спас не одну сотню своих товарищей, налаживая понтонную переправу через Днепр. Вот об этом всем нужно знать. Такие встречи действительно важны для нас, для всех. И они помогают поддерживать связь поколений и в каком-то смысле прикасаться к истории тех времен из первых уст. Участники встречи надеются, что акция «Герои навсегда» сможет выйти не только на областной уровень, но и на федеральный. Как это случилось с еще одной инициативой сторонников партии «Единая Россия» по защите старшего поколения от мошенников. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».